здравствуйте меня зовут надежда и я рада приветствовать вас на своем канале девиз моего канала орхидеи это легко и я сегодня приглашаю вас на очередную пересадочку но для начала я бы хотела вам показать свою маленькую санцеверию с которой случилась неприятность я снимала видео две недели назад о том как я обнаружила гниль достала ее из посадки зачистила обработала максим и поставила в керамзит вот в этот пластиковый маленький стаканчик вот прошло две недели хочу показать вам какие у нас результаты если они у нас вообще ну как видите на данный момент орхидеи когда смотрю на орхидеи думаю о них вот это санцеверия как видите у нее дальше желтизна никуда не пошла тургор у нее более-менее хороший за эти две недели я также как и говорила то есть водичка внизу этого стаканчика подливала всего пару раз ну и давайте посмотрим ее поближе что мы можем увидеть так здесь у нас пока ничего вот тут у нас видите корешок вот такой вот маленький классный корешок что я хочу сказать две недели но это ступер результат на самом деле потому что раньше когда я размножала свои санцевери и лист и полис и листом и черенками то есть ну в течение месяца до какие-то быстрее какие-то еще медленнее сдавалась им это не просто здесь как говорится все хорошо и я скажу вам даже наверное почему а потому что я обработала ее максим максима ну того что лечит он еще и работает как корнеобразователь поэтому и пошел такой процесс так что с этой санцевери у нас все хорошо и все будет еще даже лучше что я хочу делать дальше я хочу оставить ее именно в такой посадке то есть я хочу ее выращивать на гидропонике по поводу питательных растворах и всего остального я конечно же вам потом расскажу обязательно это будет подробное видео сегодня все-таки приступим к пересадке орхидеи я хочу пересадить сегодня вот эту орхидейку я покупала ее без названия она была небольшая уценочка это было года три назад по ее цветочкам я ее определила как и он вот не знаю правильно я определила или нет но она очень похожа на ките он вот что хочу я не сказать у нее очень богатое было зимнее цветение вот как видите она уже практически отцвела у нас осталось всего два цветочка возможно она будет там что-то еще доращивать но я обычно за это не цепляюсь как вид за 1 2 3 цветочка при том что я знаю какой у нее потенциал я обычно за это не хватаюсь поэтому мы сейчас и плюс ко всему давайте посмотрим ее посадочку этой посадочке два года так как это орхидея я сделала вывод своей она очень любит попить вот поэтому я предоставила ей влагоемкий грунт это кокосовый торф и там внутри керамзит крупный чтобы сделать его еще воздушнее мне очень нравится эта посадка очень посмотрите какие корни мы нарастили замечательный она там хорошо себя чувствует но единственное что у нас не уже тяжело как бы смотрите понимать да когда ей нужен полив потому что у нее на корнях уже водоросли причем такие неплохие и когда она уже хочет пить корни все еще зеленый но сложновато плюс ко всему так плюс ко всему я больше чем уверена что он уже засолен ну естественно за два года конечно же его нужно поменять в любом случае и любой орхидеи нравятся такие пересадочки мы же даем корням воздух а воздух они любят это же воздушное растение в конце концов еще интересная особенность этой орхидеи вот в чем посмотрите как у нее интересно какой интересный у нее пигмент на листиках то есть раньше я по незнанию думала что это какие-то ну это тоже старенький прям листик ведь она его потихонечку начинает кушать это тоже нормально вот раньше по незнанию я думала что это какая-то ну возможно это вредитель или еще что-то упорно там искала в интернете информацию по этому поводу но потом поняла что то есть она отращивает новый листик и листик постепенно начинает приобретать именно такую пигментацию это это прям качество особенность именно этой орхидейки если у вас есть такая орхидейка и я не ошибаюсь названием напишите мне так это или нет вот что я хочу сделать я хочу посадить ее здесь я не зря положила пеностекло я хочу сегодня сделать посадку пеностекло так как эта орхидея очень любит влагоемкая то есть она любит попить пеностекло это на самом деле компонент который хорошо удерживает влагу я уже говорила о том что я ну в дальнейшем не буду конечно же покупать и использовать в посадках но так как он у меня есть и он давно купленный у меня ему целый мешок вот ну что же добро пропадать как говорится будем сажать единственное что при посадках нужно учитывать если это будет закрытая система то нужно будет потом делать какой-то декор вот допустим вот этой орхидеи у меня вот это обалденная орхидея который сидит у меня именно в пеностекле посмотрите как они вообще все очень любят у меня пеностекло они вот всячески его обвивают они его то есть к нему прилепляются потому что за счет того что он вот такой вот шершавый интересный поэтому они его и любят они же цепляются им нужно закрепиться посадки у меня тоже все замечательно горе единственное что вот этот вот зеленые водоросли вы их потом ну естественно второй раз вы использовать вот эти камушки уже не сможете они уже будут темного цвета ну мне допустим некрасиво вот и вот эта орхидейка она у меня висит в подвесном кашпо белом то есть и самой посадки не видно поливаю я эту орхидею раз в две недели представляете то есть вот так на дно чуть-чуть подливаю и корни сами как насосики маленькие поднимать всю эту воду спокойно и две недели она себя прекрасно чувствует я до полной просушки она у меня абсолютно насухо вообще почти в сухарь высыхает после этого я снова подливаю и водички и проблема обычно никаких нет и таким образом она тоже у меня уже благополучно живет не первый не второй даже не третий год вот эту посадочку да и меняла она потому что тоже очень любит попить поэтому я и сделала пеностекло то есть либо это закрытая посадка но потом декорируем ее либо это у нас будет кашпо арте два в одном то есть чтобы было закрыто ну и не видно было никакой не грязи не водорослей сейчас мы посмотрим ну и вообще сами по себе да учитывая какие у нее нежные красивые даже не знаю розовенькие не розовенькие такие вот цветочки как бы передайте вот такой вот у нее цвет представляете если красивая допустим какой-нибудь жемчужная кашпо и вот такой вот белый сверху камушки я думаю будет вообще здорово смотреться выигрыш на для меня в посадке еще очень важно то есть как это все будет потом выглядеть я смотрю на то как я буду ухаживать потом дальнейшем и как это будет выглядеть оно должно конечно же радовать глаз в первую очередь орхидеи у нас для того чтобы нас радовать вот и что я еще хотел сказать посмотрите я уже не помню на каком канале я увидела то есть вот этот вот такую вот посадку то есть вот такие вот стаканчики и именно вот такой кокосовый дом значит вообще ну великолепная ну классно такая же хотя в принципе уход такой же абсолютно такой же как и вот тут то есть раз две недели я также подливаю водички и тут я делаю абсолютно то же самое я чуть-чуть подливаю водички она ну то есть по всей емкости распределяется корни пьют и за две недели она у меня просыхает все замечательно только единственное что что мне вот сейчас вот тут не нравится и почему я это знаю потому что я уже пересаживалась таких посадок мы при том когда вот видите у нее корешки очень хорошо прилипли к стенкам да и чтобы их как-то оттуда извлечь мы обычно делаем вот тогда помяли и нам уже раз 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 и с посадки пошла тут так вот такой не сделаешь потому что здесь жесткий пластик поэтому что я сейчас делаю я сейчас удалю и этот цветонос естественно зачем нам сейчас нужен вот я удалю еще цветонос и залью посадку водой чтобы потом спокойно достать эти корешки как только я все это сделаю я обязательно включусь и покажу что будет дальше итак рахидейка помыта достала я ее но не с первого раза но не сказала бы что прям не совсем заморачивалась давайте посмотрим что у нас закрытой системе с корешками с корешками только вы знаете а ну вот видите вот тут допустим можно убрать ножнички обязательно обработали даже знаете как возьмем корицу так как тут убирать совсем мало практически ничего не нужно убирать сейчас мы сразу же вот этот срез корицей прикроем нормально так что у нас еще есть коротким вертим я довольна я довольна корневой абсолютно сегодня замечательно тут даже придраться ни к чему вот честно это наверное единственное что я убрала от маленький кончик но я хочу ее чуть-чуть заглубить поэтому мне нужно убрать вот эти два листочка листиков немного чувствовать себя будет хорошо так секундочку посмотрим с чего начать ну да вот этот листик тихонечко уберем разводим в разные стороны все замечательно так что мы будем делать с этим листиком давайте посмотрим на нее со стороны так ну не знаю не знаю можно было бы конечно же этот листик тоже обрадовать его тоже уберем по серединке мы и разводим видите видите шеечка в порядке все хорошо это можно еще крюшок ну и все все остальное я не буду убирать эти они абсолютно плотные корни какие-то из них белыми понятно они живут в посадке так посмотрите я приготовила для нее вот кашпо вот такой вот 16 вот устаживаем сейчас посмотрим как она подходит я до этого примерила вроде бы было даже очень ничего давайте еще покрутим чуть-чуть нам нужно поглубже ее посадить нам нужно чтобы у нее листики легли так вот так у нас посадки все это ну да сейчас откроем и на стекло и будем засыпать хорошо придерживаем и начинаю засыпать а это наверное самый классный момент релаксирующий помогать себе чтобы пеностекло расположилась так давайте покажу вот так сбегаю так смотрим что у нас другой стороны нам самое главное чтобы вот внизу ну допустим не то чтобы это прям главное нет конечно же как упала возможно так и упала но я люблю чтобы она нету было запомнило ну естественно чем пеностекло меньше фракции как костякло откроем ничего страшного пообратному саде на ко мне убежит у меня до кор не надо как придерживать я взяла кашку 1 и 6 не помню сказал ее корневую самую придерживаю кому-то да не нравится пиона стекло не знаю почему говорят что она какое-то что она прям скребет не очень сильно это микротрещины которые очень быстро естественно себе заживляет если у вас орхидея абсолютно здорово ничего страшного но то как красиво то как она потом будет расти корни правда балдеют если бы она мылась знаете я сама вот у других блогеров обожаю смотреть всякие посадки стараясь не пропускать очень люблю этот процесс я его люблю не только смотреть но и как вы заметили сама его делать бывает посмотришь видео у блогера и тоже надо что-то пересадить ходишь ищешь жертву и понимаешь что пока еще никого не нужно пересаживать а ручки чешутся посмотрела видите выбрала вот такое кашпу здесь вообще уход будет самый самый простой то есть водичку первые конечно 24 поливом проливом аккуратненько пролила по вкусу вы знаете пеностекло но такое она так долго держит влагу что даже не обязательно оставлять воду бывает внизу это вот допустим как тот же самый пират пикати у меня стоит он она сама по себе то орхидея не очень любит пить на самом деле и он сидит у меня вот так же в пеностекле я его пересадила в пеностеку он там по выпускал такую кучу корней я-то все думала надеялась что мы сейчас нет цветонос не нет он пошел прям наращивать корни думаю ну ладно наращивай корни вот и я вообще поливаю раз в три недели проливом представляете то есть вот такая такая же посадка абсолютно такая же кашпу вот ни с чем не знаете я единственное с чем смешиваю пеностекло вот мне нравится это пеностекло и кора абсолютно любая даже вот тут если вы допустим купили кору и она у вас не влага емко лишь нужно какое-то время чтобы напитаться до этой самой воды вот смешать листы на стеклом и все проблем не будет никаких то есть пеностекло будет удерживать ту самую влагу то самое время которое необходимо пока кора адаптируется и станет вас влага емко и у вас никогда это посадка не пересохнет ну конечно же сначала понаблюдайте посмотрите за орхидей какая она вас выдохлёб не выдохлёб в конце концов делали и смотрим да внизу конечно большой карман ничего страшного вот все остальное у нас заполнено так вот тут нет кармашек конечно же чуть-чуть еще добавить парочку корни прекрасно видно легли вот орхидейка тоже легла по бортикам сейчас я поставлю вторую кашпо и сами посмотрите как получилось так ну вот такая посадка у нас получилось как видите орхидейка устойчивая кашпо светленькая компоненты у нас тоже все светленькие я думаю когда будет цветение этими нежными розовыми цветочками это будет очень красиво смотреться еще забыла сказать что пеностекло перед посадкой я как керамзит допустим я его не промываю не вижу в этом не абсолютно никакого смысла потом тем более что это даже не закрытая посадка да все кашпо арты если мне нужно то есть следующую позицию мы буду делать это проливом то есть я провела по краю слила абсолютно все и поставила кашпо в кашпо вроде бы все что я хотела вам сегодня показать мы хорошо поработали благодарю что смотрите меня пишите комментарии если вам понравилось видео поставьте лайк и до новых встреч пока пока